Здравствуйте! С вами Нестерой Чекатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Первый снег во Вроцлаве. Две рождественские ярмарки во Вроцлаве. На одной можно было купить рождественские подарки, а на второй весело провести время с друзьями и близкими. Из Польши в Украину отправился грузовик с подарками. Во Вроцлаве отметили День Святого Николая. И во Вроцлаве на городской елке зажгли огни. А теперь подробнее. В воскресенье 30 ноября под Вроцлавом выпал первый снег. Вокруг Шведницы и в Снежинском массиве. А в четверг утром снег достиг и самого Вроцлава. По прогнозам, первых снегопадов во Вроцлаве можно было ожидать еще в конце октября. Однако закончилось это ледяным дождем. А вот в четверг, 3 декабря прошел первый настоящий снег. Хотя из-за температуры он очень быстро растаял. В основном его можно было увидеть на припаркованных машинах. Также во Вроцлаве и его окрестностях в этот день было объявлено метеорологическое предупреждение об обледенении. Праздники не за горами. В связи с этим у жителей Вроцлава была возможность подарить себе и своим близким рождественский подарок. А также почувствовать рождественскую атмосферу на убринской рождественской ярмарке. Время, что это окрес святочный, организовали в нашей декабря на плюсе кирмарш святочный, на котором в Ваши принятии, нови, пришли, те, кто есть, могут купить рождественные рождественные рождественные. На данной ярмарке можно было найти много живых зеленых елок, венков, а также приобрести рождественские украшения, милых плюшевых нишек ручной работы, кукол, подушек, ловцов снов, связанных крючком безделушек, деревянные подсвечники и ароматные свечи. Множество теплых праздничных впечатлений, ярких улыбок и смеха на ярмарке могли помочь Вам почувствовать магию приближающегося Рождества. Ярмарка проходила 4 и 5 декабря с 10 до 6 вечера в цветочном магазине на Пруссо. Пандемия изменила наши планы на новогодние праздники, но во Врославе все еще есть места, где уже сегодня можно ощутить настоящую атмосферу приближающихся праздников. Мы знаем, как все ждут праздничной атмосферы, поэтому ресторан Индиго подарит Вам атмосферу Рождества. В этом году кулу распачи многих врославян. Дуже жармарк традиционный, отбывающийся в рынке и на побочных местах, например, в Плаку Солном, был, из известных звездов, то есть из пандемии, отбывающийся. Мы знаем, что от наших друзей, знакомых, клиентов, что это такое событие, на которое все ждали, и очень много этого жармарка в Врославе в Врославе. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и так, мы надея, мы надея, креативным способом на то, чтобы приятнее о грудниу могла сказать, что это добрый месяц. Во Врославе прошла малая ярмарка на Блатковице. Все выходные с 10 утра до вечера можно было выпить гритвейна, горячего шоколада, съесть колбаску с гриля или вафли. Также можно было купить новогодний головной убор и хорошо отдохнуть с близкими и друзьями. Жители Врослава с большим удовольствием провели выходные на этой ярмарке, поэтому организаторы решили продлить данное мероприятие до конца декабря. Так, каждые выходные у вас есть возможность почувствовать праздничную атмосферу и весело развлечься на Блатковице. Вместе мы не подадимся хандре. В седьмой раз во Врославе прошла акция «Пачка для львовяка», благодаря которой жители Львова получат материальную помощь еще перед Рождеством. То есть такая акция, что врославяне, которые имеют гором сердце, отверстие сердца, помогают жители Львова в способ хоритативный. Зберем мы тут, в Врославе, продукты жидкости, такие хвауэ, środки пелегнacyjные, środки чистисти, ну, теперь, конечно, также środки дезинфекирующие. Мели мы тоже собраны забавки, слодыча, потому что на свято, конечно, Божего народа. И те все дары тратят до Львова. И там, в форме таких пачек, они приказаны людям потребующим, родителям с детьми. Насшу помощь керуемо также до хоспитчума домового для детей неулецалне хорых. То есть такое первое, зато на Заходней Украине. Хоспитчум домовое, затое через практиканты, которых тут наша Fundация запрашивает до Врославия и для них организует практики заводовые. Они там с этим достижением вракают и вот они организовали такие хоспитчумы. То, главное, лекарь, конечно. Мамы тоже под свою опеку дом милосердия в Жуховицах под Львовем, где пребываются старшие, хорые, несамодельные, часто походы на польском. И вот там есть та опека, и там тоже керуем нашу помощь. И тоже родины, дети, которые приходят до светлит, проводят в парафиях в Львове, через Fundацию Даймы Надзее, она есть нашим партнером. Это акция, в рамках которой врославяне помогают малым и муським гражданам Львова, многодетным семьям, пожилым и больным людям, а также детским домам. Так, 4 декабря выехал грузовик с подарками из взрослого во Львов. В ходе акции удалось собрать продукты питания, средства ухода, чистящие и дезинфицирующие средства, а также игрушки и сладости для детей. По предварительным данным, помощь составила несколько тонн различных материалов. Собранные подарки будут переданы воспитанникам домашнего хосписа при Львовском соборе. Дома милосердия для пожилых в Жуховицах и нуждающимся семьям из Львова и других городов. Также до 15 декабря вы можете сделать пожертвование на счет фонда Святой Ядвиги с пометкой «Помоц Львов». Проект традиционно поддерживает фонд Святой Ядвиги, митрополитское высшее духовное семинарие во Врославе, Врославский центр социального развития, Нижний селевский регион СЗЗ «Солидарность», Врославская ратуша, член же Врослав и муниципальная полиция. Акция происходила под патронатом мэра города Врослава Яцека Сутрика. Также большой вклад внесли школы и садики Врослава. Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии и дистанционное обучение, дети и молодежь приняли активное участие в сборе подарков. У всех любителей путешествовать на старинных поездах в воскресенье была возможность прокатиться на историческом поезде по столице Нижней Селезии. Поездка на поезде Лилипута по Врославу – это путешествие для гостей и жителей Врослава. Поезда были запущены по нескольким маршрутам в пределах города. Отправка осуществлялась со станции Врослав-Глубны. Поезда «Миколай-Снежинка» – это предложение в рамках туристического продукта бренда «Туркольпээль», основанного на использовании исторического железнодорожного подвижного состава, восстановленного клубом любителям железной дороги из Врослава. Пассажирские вагоны третьего класса 30-х и 40-х годов прошлого столетия оснащены деревянными скамейками и элементами оборудования, которых нет в современных поездах. В рамках акции у гостей была также возможность зайти в кабину машиниста, увидеть пульт и устройство управления. А по случаю Дня Святого Николая, который приходился на воскресенье, для самых маленьких были запланированы сладости и встреча с самым важным гостем – Святым Николаем. Достаем информацию, что будет мультум гречных детей и постановием, что будет. Так все решено, что это все правда. Организаторы в вообще ничего, ничего не кормили. Мультум дети, прекрасная акция, праздничный поезд, ревелация. Самые гречные дети. В воскресенье 6 декабря состоялось официальное открытие елки на Врославской Рыночной площади. Это также официальная подсветка всех праздничных украшений. В целях безопасности отчет с мероприятий был принесен в интернет. Также была короткая виртуальная прогулка с видом по городу, которая началась у подсолнухов из кубиков лего на Рыночной площади, прошла через фестиваль ручных работ через Пляц Сольный и закончилась у новой рождественской елки. Несмотря на отмену празднования Дня Святого Николая, многие жители все-таки решили лично увидеть, как зажигаются огни на елке. Так, около 17.00 Рыночная площадь была заполнена людьми. Кроме этого, на Рыночной в Рославской площади выступали уличные музыканты, фокусники, а дети могли поиграть с мыльными пузырями. Город как никогда был наполнен смехом и весельем в связи с наступающими праздниками. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий и не забудьте подписаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова